Всем огромный привет! В этом видео я хочу поделиться с вами, как я сделала колодку для влажно-тепловой обработки буквально за полчаса из подручных средств, чтобы разутюжить свое новое платье, которое я сшила. Итак, сегодня утром наконец-то произошло событие, когда раскололась моя деревянная досточка кухонная. Она раскололась, видите, на две половинки. Одна из них больше, другая меньше. Ну вот та, что больше, я поняла, что, наверное, мне ее стоит использовать в своих швейных делах. Итак, я взяла наждачную бумагу и вот эти вот сколы, которые там не очень ровный получился, ну и достаточно острый, я решила зашкурить. На самом деле не обязательно ждать, когда ваша досточка расколется. Вы можете взять новую из магазина и прекрасным образом ее также использовать. Я считаю, что она должна быть деревянной, не пластиковой, хотя, наверное, пластик тоже подойдет. Итак, нужна ткань натуральная. Вот у меня есть вот такая ткань, которую я складываю в несколько слоев, выкладываю на стол и шью на ней. А еще у меня есть вот такой вот отрез хлопкового трикотажа, который вот в кольцо, ну связан он кольцом, хорошо растягивается, приятный цвет. Не белый, мне кажется, белая ткань не очень подойдет для колодки, для ВТО. Ну, можно использовать, мне кажется, ткань и цветную с каким-то принтом. Самое важное, чтобы ткань не красилась, чтобы краситель, который на ней есть, он был достаточно стабильный. Итак, я свою досточку в этот свой круг трикотажный вставляю. Вот, видите, как хорошо входит. Но если у вас нет такого круга, можно просто сделать из трикотажа кольцо, зашить, да и все. Значит, что мне нужно? Мне нужно зашить одну из сторон, и это я буду делать на машине, хотя можно сделать даже и вручную. На машине я делаю строчку зигзаг, которая является эластичной, можно и другой какой-то, но главное, чтобы строчка была эластичной и в дальнейшем растягивалась. Далее выворачиваю свой чехол, оставляю припуски швов внутри, чтобы снаружи было более все аккуратно. Вставляю свою досточку, и дальше идет вопрос, чем же я буду наполнять свою колодку? Мусором. Ну, не тем мусором, который вы подумали, а тот мусор, остатки от моих пошивов. И чем они будут мельче, чем мягче будут ткани, тем лучше для этой колодки. А также идеальный вариант, если ткани будут все натуральны, чтобы внутри от большой температуры они не плавились. Поэтому у меня здесь шелк, хлопок и вискоза. Также я туда складываю нитки, обрезки нита, которые остаются после пошивов. Тем не менее, объема мне не хватает, поэтому я решила добавить объем при помощи вот этих вот штанов. Штаны довольно плотные, ткань довольно грубая. Это вообще любимые штаны моего сына. Он их так заносил, что аж до дырки на колене. Я спасала, закрывала эту дыру кулаткой, но это не помогло. Поэтому мы с ним договорились, что я из них сделаю шорт. И пусть он их еще поносит и понаслаждается. А из-за тех кусков, которые остались от этих штанов, нижняя часть штанины, я сделаю также для своей колодки наполнитель. Для этого я высекаю все твердые грубые швы. Их я выбрасываю. А вот эти вот детали нарезаю, ну и создаю мелкий такой вот мусор. В некотором роде конфетти. Суть этого муторного процесса такова, что чем мельче и мягче будет наполнитель, тем ровнее будет поверхность колодки, тем качественнее будет влажно-тепловая обработка. Далее у меня остается закрытие отверстия временным швом. Почему временным? Потому что во время использования этой колодки внутренние ткани, обрезки, они будут усаживаться и уменьшаться. И нужно будет добавлять. Но так как я планирую еще шить, то у меня также будут еще обрезки ткани. И, соответственно, я этот шов буду разбирать, добавлять снова, вот так утрамбовывать и дальше его закрывать. Поэтому я беру нитку довольно яркого, заметного цвета, быстрыми грубыми стежками закрываю. И я потратила на изготовление этой колодки буквально полчаса. И посмотрите, какая красота у меня получилась. Вероятнее всего в комментариях мне напишут, что наполнитель из обрезков можно заменить стружкой нехвойных порог. Да, возможно. Но мне кажется, будет больше мусора. Потому наполнитель выбирайте для себя сами. Огромным преимуществом у этой колодки перед другими это то, что она стабильна за счет того, что у нее на дне есть досточка, она тяжелая. Она никак не поворачивается, не крутится. И на ней действительно очень удобно утюжить и проводить влажно-тепловую обработку. А на этом все. Я с вами прощаюсь. Спасибо, что были со мной. И до встречи в новом видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok